Инструмент новых инвестиционных проектов, которые помогают российским регионам строить жилье и коммунальные объекты, обновлять транспорт и развивать инфраструктуру, решать вопросы в сферах сельского хозяйства, энергетики, туризма, запустили еще в 2021 году. Предложение получилось выгодно. Регионы смогут профинансировать такие работы частично или полностью в рамках действующего механизма реструктуризации бюджетных кредитов, благодаря чему, соответственно, может быть списана задолженность по ним на сумму налогов, которые уже были уплачены в федеральный бюджет от реализации этих инвестиционных проектов. За три года такие проекты, подчеркивает председатель российского правительства Михаил Мишустин, уже показывают свои результаты. 70 регионов страны и Мордовия в том числе воспользовались такой возможностью. В целом по России получилось более 700 инициатив ценой примерно в 5 триллионов рублей и порядка 200 тысяч новых рабочих мест. В перспективах строительства более 2000 объектов необходимы инфраструктуры, стоимость которых превышает четверть триллиона рублей. Но и этого недостаточно. Инструмент решили улучшить. Чтобы повысить эффективность такого инструмента, правительство внесло изменения в правила определения проектов, на которые можно направлять соответствующие высвобождаемые средства. В частности, теперь российским субъектам разрешается использовать их на строительство инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий. Значительно упростится и порядок отбора и инициатив резидентов особых экономических зон. Это значит, что новые поправки в ближайшем будущем будут очень актуальны и для Мордовии. Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «система» сейчас в процессе. Территорию определили основных резидентов тоже. Не раз подчеркивали региональные власти. В завершении заседания обсудили еще одну важную для страны тему – экологию. Теперь утвердили новое понятие – лесоклиматические проекты. И определили перечень необходимых мероприятий для сохранения природных ресурсов. Светлана Лашина. Наши новости.